Я горжусь всеми людьми, которые переступили через свой страх и вышли на забастовки, потому что первые с понедельника обрастовали тысячи предприятий малого-среднего бизнеса. Были закрыты в знак солидарности почти все кафе, рестораны, бары, торговые точки, пиццерии. Также невероятную солидарность с бастующими проявили пенсионеры, студенты, которые прошли огромной толпой по центру города. Также медики после дежурств тоже выстраивались в цепочке солидарности. Уже неделю бастует Гродно-Азот, одно из передовых предприятий Беларуси. Увеличивается количество бастующих на таких предприятиях, как Белкомонмаш, МАЗ, Мозырский НПЗ. То есть я думаю, что забастовка только разворачивается. Может быть, они недостаточно подготовлены, конечно, к национальной забастовке, но забастовка точно набирает обороты. Мы, глядя на действия властей, так как они нервно и очень агрессивно реагируют на все происходящее, то они, конечно, очень напряжены по этому поводу. Знаете, я думаю, что забастовки, они особо чувствительны для режима. Потому что рабочие, которые всегда считались оплотом режима, которые считали, что они всегда поддерживают режим и бывшего руководителя нашей страны, они начали выходить за свободу, за свои права. Они выходят против беззакония, против насилия. И вы знаете, это несмотря на то, что рабочие, они достаточно уязвимы, потому что их легко уволить, оставить без средств к существованию, не знаю, чтобы там кредиты платить, детей кормить. Но люди после этого лета стали наконец-то уважать себя, они борются за свое достоинство. И, конечно, экономически это тоже большое давление на режим, потому что, например, грудный азот дает значительное поступление в бюджет. И экономика уже просела, судя по аналитике, и поэтому отсюда ресурсов на оплату зверств ОМОНа становится все меньше и меньше. Конечно, те, кто уезжает, они, ну вот сейчас, на данный момент, кого отчисляют, они уезжают не для того, чтобы, как сказать, отдать свои мозги другим странам, а для того, чтобы избежать репрессий. И это очень страшно. И я уверена, что когда мы будем, когда новый президент будет строить новую Беларусь, все эти мозги, как некрасиво звучит, вернуться обратно, потому что большинство из них хотели бы оставаться на родине и строить страну вместе с остальными людьми. Насколько долгому противостоянию вообще стоит готовиться к протестующим? И какие перспективы у протестного движения, как вам кажется? Ну, оптимально, конечно, это ставить до победы, которая рано или поздно, она наступит, потому что ничего уже назад не развернешь, ну, самосознание людей уже не изменишь. И мы уже видим, как и забастовки, и демонстрации, вообще все это протестное движение влияет на режим. Они нервничают, они тасуют кадры силовиков, и я думаю, что остальные министерства уже практически не работают, потому что они сидят и ждут, чем это все закончится. То есть они перестали верить, что режим победит или побеждает. То есть, ну, по сути, они уже перешли на нашу сторону своим бездействием и просто забыли сказать об этом Лукашенко. Ну, опять же, мы видим, вместо того, чтобы услышать людей, услышать требования, услышать просьбы, принимаются такие радикальные меры. И жалко, что, конечно, так происходит, что нас не слышали 26 лет, и сейчас такой переломный момент в Белоруссии. Я думаю, что самый лучший выход из этой ситуации – это, ну, извините, снять корону и спуститься с небесной земли, и поговорить, просто сесть и пообщаться за круглым столом и вместе с людьми решить, как действовать дальше, спасти ситуацию. Если ты заботишься о своей стране, заботишься о своих людях, то это самый легкий и самый перспективный выход из данной ситуации. Но если вернуться к образованию, к студентам, то, что он собирается всех отчислять, то, ну, если отчислить всех протестующих, а их очень-очень много, протестующих студентов, то вузов просто станут, некого будет учить. То есть еще одна сфера образования получит очень серьезный удар. А это, ну, естественно, тянет за собой ущербы и науке, и экономике. Вот, например, только за один день отчислили 29 студентов медицинского университета, а в Беларуси врачей так не хватает. И, то есть они пачками уезжают из страны, потому что их, ну, в нашей стране не устраивают условия труда, зарплаты, отношения, в конце концов, особенно после первой волны ковида. Сейчас Беларусь накрывает вторая волна, и, ну, врачей катастрофически не хватает. То есть такими действиями режим еще раз показывает свое бессилие, что они не могут достойно управлять стороной, не могут достойно решать проблемы, которые возникают в Беларуси. Все, кто сейчас решил выказать протест этому режиму, они же выступают и против фальсификации выборов, против насилия, против... Они выступают за солидарность. Даже те, кто и не желают участвовать в забастовках по тем или иным причинам, они просто показывают, что мы за вас, мы солидарны с вами. И поэтому мы гордимся каждым беларусам, кто принял для себя такое решение, потому что вы должны помнить, как только нас, как только мы все объединимся, как только все мы переступим свой страх, то мы скорее победим этот режим и сможем выбрать себе нового президента, вместе с которым мы будем выстраивать заново Беларусь, где приоритетом будет уважение к людям, забота о людях, о их благосостоянии прежде всего, потому что наша главная ценность – это сами беларусы. Поэтому будьте уверены, что каждый шаг приближает нас к победе над этим режимом. Поэтому будьте с нами, вместе продолжаем борьбу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!